Особое мнение на 101FM Итак, региональное правительство наконец-таки нашло, спустя какое-то продолжительное время, наконец-то нашло средства на ремонт, на проведение первоочередных аварийных работ в Дании приказной избы. Значит, 400 тысяч будет выделено за счет регионального правительства, 97 выделит Кровический музей. Да, выделит министерство. Но дело-то в чем? В том, что эти первоочередные противоаварийные работы должны были, наверное, проводиться тогда, когда они были установлены. Когда это надо было делать? Когда это надо было делать, да. Мы знаем, что приказная изба закрыта в 2018 году, еще летом 2018 года, то есть больше двух лет. И, собственно говоря, ничего эти два года не происходило. После того, как к этому делу подключились и депутаты Госдумы, и федеральный Минкульт, прокуратура наконец-то проверила приказную избу, проверила состояние. Ну, это одно из действий, которое могло повлиять на решение вопросов. И, в общем-то, деньги хотят выделить. Вопрос у меня вот... Нечественное ремонт выделили ли средства? Ну, да. Которые будут проходить в 2022 году, правда. Вопрос вот в чем. Почему прокуратура, если у нас является, Министерство культуры является, в общем-то, распорядителем финансовых средств, то почему представление прокуратуры выносит не Министерство культуры, а выносит Краевическому музею? Совершенно верно. Потому что непосредственным управляющим данного объекта является музей. Ну, владельцем является государственным... Государство вообще является, ну да, государственным. Но непосредственно управляющим этим объектом является музей. И в рамках закона выносится представление совершенно верно. То есть вы здесь никаких противоречий не видите, несмотря на то, что именно Министерство культуры должно быть ответственным по федеральному закону за сохранение объекта культурного наследия. То есть здесь все в порядке. Ну, в прокуратуре люди работают, которые очень особо знают, как правильно выполнять закон. Поэтому я думаю, что здесь никаких ошибок нет. И этот способ возможности ремонта зданий, он используется не только у нас в Кирове, через прокуратуру, как так называют. Ну и многие другие вопросы, которые связаны даже с благоустройством города, они решаются при помощи прокуратуры. Я своим, будем говорить, избирателям иногда тоже подсказываю правильность, возможность обращения в прокуратуру для решения вопроса. Потому что после предписания прокуратуры, если оно не выполняется, следует решение суда. И тогда органы или бюджет обязаны его выполнить. Это такая одна из форм при нашем скудном бюджете выполнения определенных задач. Тогда почему нельзя было раньше этого сделать? Почему нельзя было раньше сделать? Ну, я думаю, что это все из-за того, что наш скудный бюджет или нежелание теми, кто руководит тем бюджетом, принять решение. Конечно, можно было бы раньше, если бы было много денег, то я не сомневаюсь, что это было бы выполнено ранее. Потому что других подводных камней и в том, что кому-то может понадобиться место именно в этом, практически не существует. Но это скудный бюджет. Вот вы говорите, что вы подсказываете, даже в том числе избирателям своим, подсказываете решение решать некоторые вопросы через прокуратуру. Да. Или, возможно, через судебные решения. Но если мы вспомним ситуацию с администрацией города, она не так часто выполняет эти судебные решения. Вы знаете, те, которые... Во-первых, у нас даже в бюджете муниципального образования есть статья по исполнению решений судов. И достаточно много по решению судов выполняется, на самом-то деле. Даже дороги ремонтируются по решению судов. Ну, вот в те периоды, когда было сложнее с этим. Да, но только происходит это не сразу, а происходит это в таком отложенном режиме через несколько лет. Ну да, лучше, чем ничего. Ну, конечно. Лучше, чем ничего, но лучше бы это происходило, конечно. Конечно, должно быть в плановом режиме. Но это все из-за того, что мы так создаем бюджет, в первую очередь, а потом ним так управляем. Потому что создание бюджета... Ну, то есть, я имею в виду наполнение. Тоже большая задача администрации, в том числе и депутатов, будем говорить. Но те экономические условия, в которых мы работаем, и правила наполнения бюджетов, когда большая часть у нас, к сожалению, уходит в центр, а мы пользуемся только кусочками наших благ, созданными у нас на территории, приводят к тому, что есть на самом деле сейчас. Хочу ваше мнение услышать касаемо предложения одного из производителей города, который предлагает передать ему здание приказной избы, чтобы организовать там музей и дегустационный зал. Ну, я не знаю, насколько это было сделано искренне и правильно. Может, это был просто предложенный пиар-службой ход для того, чтобы еще лишний раз озвучить данные... То есть, это было не всерьез, вы думаете, возможно? А? Вы думаете, это возможно было не всерьез? Нет, я думаю, что это было озвучено, конечно, всерьез. А вот были бы ли действия от этого предприятия, я как-то очень сомневаюсь на самом-то деле. Правильный, хороший пиар-ход. Ну, вообще, с точки зрения передачи подобных объектов бизнесу, это правильная история? Это правильная история, и это предпринимается не только в Российской Федерации и в других странах, когда за минимальную оплату вообще отдается здание, там, где он говорит, за один рубль. Но при этом соблюдается правило договора о том, что функционально здание должно внешне, по крайней мере, не меняться. Ну, то есть, в зависимости от функционала здания и его предназначения определяются такие правила игры, будем говорить. И понятно, что бюджет не может наш потянуть в нынешней ситуации экономической все исторические, культурные объекты. И очень даже неплохо, если этим займется бизнес. Ну, понятно, что он должен что-то тоже, как говорится, иметь от этого. Но в рамках закона... И коммерческую деятельность, например. Может, конечно, может, только не нарушая правила использования данных исторических и культурных зданий. Давайте к другой теме, поговорим по поводу дорог. У нас выпал снег. Ну, частично выпадал снег. Да, выпадал снег, сегодня был снегопад. И, в общем-то, повод поговорить о подготовке города к зиме. Вчера, если я не ошибаюсь, на комиссии вы эту тему обсуждали. Выступал Алексей Ишутинов, его директор ОДПИ. И он сказал, что этой зимой, как раньше, уже не будет. То есть все будет в порядке, коллапсов не будет, все реагенты закуплены. Они рассчитывают так, да? Рассчитывают, да. Ну, вот я посмотрела по реагентам, и в перечне реагентов как раз немалый объем занимает песко-соляная смесь. Ну, что понимаете, от бедности нашей. Ничего более. То есть отказаться от песко-соляной мы не можем. На данный момент летать не сможем. Ну, во-первых, есть конструктивные изменения в порядке работ. Если раньше, в прошлом году, например, главный подрядчик ГДМС занимал в объеме работ 28%, все остальное, 72% были субподрядчики, то в этом году ситуация меняется. Два муниципальных предприятия будут обслуживать примерно 72%, более 70%. Так, одно ГДМС, а второе? Не могу припомнить. И остальное будет на субподряде, особенно те работы, которые необходимо вести ручным способом. То есть у нас есть тротуары, которые невозможно механизически обрабатывать. Увеличен штат, о чем я сам наставил и ряд депутатов, это речь идет о линейном контроле за качество в уборке. Если в прошлом году этим занималось 6 человек, то сейчас будет уже 8, а то и более заниматься. Притом контроль будет в круглосуточном режиме эти работать, контролирующие части ГДМС, будем так сказать, с привлечением технического персонала, прорабов, ИТР. Потому что вопрос линейного контроля я считаю очень важным. Мы можем там 33 раза про GPS, которые мы знаем, обязаны быть прикреплены во время исполнения. Ну, это контрактные условия, но выполняются ли они, и кто контролирует сам трекинг, в этом же вопрос, в контроле. Потому что выход техники на линейном понятие, на что эта техника делает и как она это делает. Это очень важный фактор. Это, во-первых, влияет на качество уборки, да, ну и потом мы должны понимать, какие в результате этих действий налагаются штрафы на невыполняющие. Или принимаются организационные меры или мероприятия, которые должны способствовать улучшению качества обработки территории. Потому что в финансах объем работ не упал. Ну, я имею в виду, бюджет выделяет средства. И поэтому, я думаю, что при росте техники, улучшение контроля, должна ситуация измениться. Ну, по крайней мере, хочется надеяться на это. Я думаю, что депутаты приложат максимум усилия для проведения контроля. Те, которые заинтересованы депутаты. К сожалению, их не так много, но они есть. Ну, вот вы говорите, шесть человек. Шесть человек это мало, а восемь человек это что, достаточно? Не знаю, я затрудняюсь ответить. Я задавал этот вопрос руководителям. Они сказали, что должны справляться, якобы. Я тоже подумал вопрос, может, в бюджете рассмотреть даже вопрос о увеличении штатной численности контролирующих органов, потому что это даст экономический эффект. То есть, если мы уйдем, лучше выбирать. Об этом я хотел спросить, да, какой экономический эффект, и вы сказали, что так купится каким образом? Ну, я же не сидел с калькулятором, его не просчитывал. Просто я понимаю, что улучшение дорожной обстановки в городе создаст лучшие экономические условия. То есть, транспорт будет двигаться быстрее, да. Люди не будут падать на тротуарах. Ему не будут выплачиваться больничные листы, да. Ну, самое главное, что вред здоровью человеку не будет наноситься. Это экономический фактор. Экономический фактор. Ну да, он будет выходить на работу. Да, приносить дополнительную стоимость, производить какую-то, да. Будет увеличиваться количество налогов, которые мы сможем потратить, опять же, на благоустройство нашего любимого города. Вот вы говорите, что, вернее, депутаты многие говорят о том, что, и высказывают претензии о том, что не надо раздувать штат администрации. Вы предлагаете раздуть его снова? Это не штат администрации. Это речь идет о муниципальном предприятии. То есть люди, которые осуществляют линейный контроль, они не входят в штат администрации, они находятся... Нет, конечно, они за муниципальное предприятие, просто где главным собственником является город. Понятно. Вот смотрите, я посмотрела новости, которые писали по поводу вчерашнего заседания комиссии. И на сегодняшний день я понимаю, что вот у ГДМС точно есть 12 единиц техники. Есть некие фразы, что они закупают, но это пока планы. То есть на сегодняшний день есть 12 единиц. Ну, я насколько знаю, что контракты подписаны, а торгованы эти единицы. Просто пока информация о том, что... Ну, не поступят, я надеюсь, к сезону. К пиковому сезону они поступят. Потому что они отторгованы. А количество ручных брикад... Хватает, это не хватает. Ручных брикад... Должно быть увеличено. Но есть проблема с их формированием. Потому что мы понимаем, что гастарбайтеры как-то исчезают из территории Российской Федерации. А наши безработные граждане почему-то не очень активно идут. Хотя, надо сказать, что там заработная плата, ну, не самая низкая в городе. Далеко не самая низкая в городе. Как депутаты это смогут контролировать, если выпадет снег, и мы опять придем в ситуацию коллапса? Точно так же, как и вы сможете контролировать. Вы ведь убран город или нет? И в какой части использования финансового? Ну, есть запросы, так контролировать. Ну, вот мы же контролируем, когда по БКД дороги ремонтируют, выезжаем на приемку дорог, выезжаем, когда работы сами ведутся. К нам часто, не знаю, как к другим, но ко мне обращаются граждане, получая информацию, где идут нарушения, выезжая на эти объекты, если они есть, эти нарушения, вводятся корректировки. И реально администрация, ну, будем говорить, УДПИ хорошо реагирует на все замечания. Вот в этом году у меня никаких претензий по этой части к УДПИ нет. На все указанные замечания были проведены работы. Я даже могу привести пример, здесь недалеко сделали тротуар, совершенно неправильно, недалеко от вашего здания. Его полностью переделали на протяжении, там, больше двухсот метров. В рамках гарантийных обязательств. Его вообще только сделали. Да, в рамках гарантий его переделали, чтобы он соответствовал техническим условиям, которые прописаны в задании. По поводу гарантийных обязательств, я знаю, что есть цифры, что несколько участков, там, по-моему, 90% дорог, которые были проверены, участков дорог, они находятся с дефектами, и они были отремонтированы. Ну да, большая часть отремонтирована, там проблема с теми организациями, которые работали на субподряды, которые доходят или в стадии банкротства, или вообще исчезли. Есть такие проблемы, но в этом случае бюджет будет сам исправлять, а потом выставлять. Вопрос, не наводит ли это вас на какие-то определенные мысли, потому что понятно, что администрация не сможет спрогнозировать, что вот такая-то организация банкротится. В каком смысле наводит? Сейчас субподрядных организаций количество намного сократилось. Сейчас основные подрядчики у нас местные компании. Субподрядчиков практически иногородних нет, так? А какие у меня могут быть твои сомнения, если они все в городе? Мы их не найдем всегда, и вы, и я найдут, и правоохранительные органы найти могут. Что некоторые компании берут подряды, а потом, чтобы не выполнять гарантийные обязательства, уходят в процедуру банкротства? Нет, они уходят реально в процедуру банкротства. То есть это не какие-то намеренные вещи? Нет. Ну давайте, да, дальше по городским темам пройдем. Особое мнение Юрия Шлемензона мы слушаем. И давайте поговорим про предпринимателей и про работу Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Он, как-то этот вопрос возник на комиссии, которой я как раз руководил. Совершенно случайно он возник, в общем-то, на пустом месте. Да, он возник, потому что один из депутатов решил, ну больше некуда как бы прийти с этим вопросом. Я посчитал нужным, что вопрос очень важный, и мы включили в повестку работы комиссии по регламенту и этике этот вопрос. Вы считаете, это нормально, что за 11 лет пять раз собирался совет по развитию предпринимательства? Ну это говорит об отношении администрации к предпринимателям. Больше комментировать даже нечего практически. Что это неправильно и совершенно подход. То есть, по мнению администрации, если я правильно понимаю, проблем у кировского бизнеса нет? Я не знаю мнение администрации по данному вопросу, но по реакции на данную тему мы все видим. Единственное, что могу сказать докладывающий об этой комиссионном совете представителей администрации, доложил о том, что проведены социологические исследования по вопросам, интересующих предпринимательскую часть населения. На самом деле не так много этих предпринимателей, наших смелых людей. Отважных людей. Они очень отважные люди, конечно. Особенно в нынешней обстановке. И там первоочередные вопросы, которые были общим вопросом выяснены, они войдут в тематику следующего очередного заседания Координационного совета, который состоит из 43, кажется, человек. Ну там приличный список, да. Да, у нас есть любители позаседать. Это очень хорошо. И ставился даже вопрос о том, что в рамках нынешнего состава еще рассмотреть вопрос о отдельной комиссии по предпринимательству. Ну там есть вопросы по регламенту, связанные с регламентом, потому что может не хватить, так как по нынешнему регламенту депутаты могут принимать участие в двух комиссиях, то надо менять будет норму регламента, потому что не хватит участников для этой комиссии. А есть вообще какой-то смысл плодить вот эти рабочие группы, комиссии, советы? Нет, вы знаете, рабочие группы по отдельным вопросам, они не плодятся. Они же отрабатывают и закрываются. Нормальное явление. Я принимаю участие в таких рабочих группах. И в законодательном собрании такие рабочие группы были. Они же есть, их мало постоянно действующих. Они, конечно, есть такие, но есть, которые по конкретному для решения определенной задачи создаются. Это такой общепринятый норматив. Это нормально, я считаю. И очень даже хорошо, что они создаются. Их бывает со скрипом возможность создать. Есть препятствия для создания таких рабочих групп, поверьте мне. Создать создали, а работать еще неизвестно, работает или нет. Ну да, это все зависит от участников рабочей группы. Вот и все. Раз уж вы про вопрос заговорили, я хочу поговорить про НТО, потому что НТО как раз-таки одна из самых острых проблем. И часто это... Ну, кто сказал, что у нас самая острая проблема? У нас есть достаточно... В этом опросе, я как раз про Целькоординационного совета, сказали, что НТО была в лидерах этого рейтинга. Ну, есть. Да, ты на третьей позиции, правда, но есть. Так вот, у нас НТО, это, в общем-то, такая спорная история еще и со стороны администрации. Все время администрация пытается их реформировать, пытается каким-то образом навести порядок в этой сфере. Нет, наводить порядок надо, но реформировать так, как делает эта администрация, вот, в моем личном мнении, не надо. Не все так надо делать, да. Я хочу здесь поговорить о визуализации, о том, как эти объекты выглядят. По-моему, осенью, как раз вот осенью, осенью мы как раз очень в самом разгаре, планировали вернуться в администрации к вопросу создания единого стиля оформления объектов НТО. Ну, я бы вопрос не поставил, что единого стиля. Ну, некого набора элементов, которым были бы оформлены. Некого набора правил игры, будем так говорить. Ну, не могут же все киоски, будем назвать киоски, ну, торговое место, да, выглядеть вот одинаково. Это неправильно. В исторической части города, значит, они должны быть в одном стиле сделаны, в спальном районе они в другом стиле могут выглядеть. То есть подход должен быть дифференцированный? Конечно, дифференцированный. Ну, во-первых, по функционалу использования. Они же разные совершенно бывают. Где-то обязательно наличие там воды, да, еще чего-то. Где-то нет такой необходимости. Поэтому, ну, тут много разных схем есть использования, и можно было ее решать, если бы этим занимались. Можно было сдать в концессию все остановочные павильоны, да, и которых можно было сделать... А кому сдать? Какому-то определенному... Интересантам, назовем так, да. При которых можно было сделать соответствующие павильоны с полным там набором услуг. И такая программа, ну, не во многих, но в городах нашего округа, она проводится, и она эффективная. Я видел, как это сделано во Владимире, еще в ряде городов. Во-первых, эта вся территория выглядит прилично. Павильоны, это не наши, будем говорить, сарайчики, которые ими выглядят. Павильон, где торгуют, ну, какие-то услуги оказывают, туда заходят вам с дверью, заходят люди в полный рост, не изгибаются ни к какому окошечку. Вся территория вокруг убирается. Да, ставка аренды для этих людей на землю понижается. Ну, вот, чтобы они могли всю инфраструктуру соответствующим образом обслуживать. Доздаются там на 5-10 лет в концессии вот такие места. И очень все это прилично выглядит, но этим надо заниматься, так как мы не можем уже, сколько, третий год я вот депутатом, да, практически, мы не можем организовать парковки для населения в определенных узких местах. Мы не можем организовать учет парковки автомобилей, правила парковки автомобилей в городе тоже. У нас нет ни эвакуатора, у нас нет стоянок, у нас не соблюдается правила парковки, у нас выезжают на газоны. Ну, много всяких вещей есть, да. Для того, чтобы это не нарушить, должны быть парковочные места. Этим надо заниматься? Надо заниматься. Занимаются плохо. Хорошо, этим кто должен заниматься? Администрация, конечно. Нет, конечно. А кто? Администрация. Ну, в администрации же должен быть какой-то ответственный человек за это, ведь не может быть просто администрация. Там есть соответствующие структуры, которые подведутся на эти вопросы. То есть некое управление предпринимательством. Ну, если вы хотите, нет, я не считаю, что это предпринимательство, там другие немножко есть. Если мы говорим про НТО. А, про НТО, конечно, да. Конечно. Давайте немножко поговорим, раз уж все-таки у нас тема бизнеса, бизнес, коронавирус и маски. Да, сейчас ситуация ужесточается, в торговый центр, я насколько понимаю, без масок уже не пускают, но, как вы считаете, вообще какие факторы должны сложиться, чтобы мы к весеннему, вот к формату весеннего закрытия не пришли? Закрытие чего? Предприятий, торговых центров. Ну, о локдауне говорить вообще неправильно и не нужно. То есть этого больше не будет точно? Ну, я не Настрадамус, я говорить, у нас в нашей стране может быть все, поэтому зарекаться нельзя, но то, что маски носить надо в определенный период, это понятно. Ну, мы не вирусологи и не бактериологи, ну, все почему-то стали крупными специалистами, да, в этом вопросе. Ну, мы можем порассуждать, ведь нам никто не запрещает. Ну, по крайней мере, в этическом, в моральном стиле, в маске о том, что с ними, ну, есть антимасочники, они такую активную борьбу ведут, но есть государства, которые годами находят в масках, там, Япония, Китай, Вьетнам, не вызванные коронавирусом, да. Они не по причине заболеваемости. А? Как-то ни с кого корона не спадает, и все ходят, да. Но если есть правила игры, которые существуют, их надо выполнять. Для меня было очень удивительно, аэропорт Внуково, идет посадка на разные рейсы в разные города Российской Федерации. Если у вас, я вот там чуть пораньше приехал, пришлось в зале посидеть, если на остальные рейсы идут практически 99% людей в масках, правильно одетых, и становятся, соответственно, того, тех линий, которые социальную дистанцию соблюдают, то у рейса на Киров, ну, я даже не хочу эту матерную основу произносить, это кучка дураков, в моем понимании, взбившихся, 50% и более без масок вообще. И на вопрос, почему так вы поступаете, а что вам надо? Вот и тот скачок. То есть первейшие будут люди с крепким здоровьем? Да, у нас очень, да, да, у нас, с этим у нас очень хорошо, все бессмертные, это понятно, только вот я бы чаще показывал их людей, которые находятся в реанимационном отделении наших больниц. Об этом мы давайте поговорим, сейчас уйдем на рекламу и продолжим. Особое мнение на 101FM Особое мнение Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы, мы сегодня слушаем. Вы, Юрий Львович, до перерыва сказали, что надо бы чаще показывать нашим кировчанам людей в реанимации, да, чтобы они носили... Ну не чаще, вообще просто показать хотя бы, да. Да, соблюдали требования Роспотребнадзора. Так вот вопрос, вы все-таки к СМИ имеете определенные отношения, поэтому вопрос. Многие высказывают мнение, что СМИ, с одной стороны, виновны в том, в нагнетании истерии вокруг коронавируса, с другой стороны, кто-то говорит, вот как вы, о том, что не хватает информационной пропаганды о том, о соблюдении мерпрофилактики. Это мое мнение, да, не хватает. Подвышать грамотность наших жителей. То есть все-таки должны СМИ какой-то... Не, они вообще на самом деле ничего не должны. Ну неплохо было, чтобы они это делали. Ну хорошо, может быть, тогда должен это делать... Должно делать государство. Да, государство. Совершенно верно. Я поднимал этот вопрос на заседании Думы даже. Так. Но не получил большой поддержки в этом вопросе. Не знаю. Но не получил и не получил. А не получили со стороны администрации или со стороны коллег? Нет. Со стороны коллег. То есть всем всего достаточно? Они посчитали, что да. На сайте размещения информации, на сайте Думы и администрации посчитали достаточно, вы как считаете? Как человек, который пользуется интернетом, это достаточно, нет? Ну, я понимаю, что если бы это было размещено хотя бы в социальных сетях, которые собирают там 100, 200, 300 тысяч читателей, ну какой-то бы эффект, наверное, имело. Вы видели наружную? Я нет. Я очень удивлен. Ну вот в Красноярском крае там предприниматель сделал, вот Фалин Ланяк сейчас все эти каналы наши показывают антиковидную, значит, такую хорошую рекламу. Ну не рекламу, а информированность. И были возмущены жители, что это так страшно, что это так... Зачем это сделано? В моем понимании он поступил очень хорошо, показав, к чему приводит нарушение правил поведения в период пандемии. Но некоторых это возбудило, им стало страшно. Ну хорошо, они задумывались, по крайней мере. Может кто-то лишний раз научится руки мыть. Ну, кстати, я слышала, что... Или соблюдать социальную дистанцию, что более важный фактор. Я говорю, что слышала, что Роспотребнадзор сказал, что летом количество кишечных заболеваний, как раз вот от того, что люди старались мыть, снизилось. А я думаю, что меньше кушать просто стали. Я, собственно говоря, почему этот вопрос задала про СМИ, потому что... Есть, извиняюсь, неправильно сказал. Вчера по СМИ разошлась новость о том, что депутат Госдумы, который участвовал в испытании вакцины от коронавируса, заболел этим коронавирусом. В общем-то, это разошлось по СМИ и... Ну, это слухи, что их обсуждать, давайте мы не будем. ...очередную волну антипрививочников. Они были, есть и будут антипрививочники. Ну, так что... По поводу... Хотя бывают очень плачевные случаи. Вот недавно там в Санкт-Петербурге произошел с ребенком, который не имел определенной прививки и не разрешал пользоваться антибиотиками. Привел к смертельному, к сожалению, случаю. Ну, такие случаи бывают, да. По поводу вашей истории, которую вы сказали про аэропорт Нуково, про пассажиров, которые не пользуются масками. В нашем эфире... Дистанцию социальную не соблюдают, да. В нашем эфире гости, некоторые гости говорят о том, что если бы, да, допуская о том, что статистика по коронавирусу может быть занижена, они говорят, что если бы цифры может быть более ранее, люди бы серьезнее относились к соблюдению социальной дистанции. Вот вы же опять говорите, что вот СМИ запугает тогда население. Иногда, может, надо и запугать. Ну, не надо запугать, а просто правду говорить. Вот и все. В моем понимании, конечно, статистика не очень соответствует действительности. То есть все-таки не соответствует? Да. Насколько? Во много раз. Понятно. Давайте поговорим еще по ситуации в городской думе. Тоже, в общем-то, ситуация, которая, сложилась из, в общем-то, ничего. Правовой департамент, который был приглашен отчитываться перед депутатами, представитель замглавы администрации вдруг сказала, что депутаты, пригласив для отчета представителей департамента, превысили свои полномочия. Ну, я не очень с этим согласен. Хочу сказать, что когда я вот пришел в составе вот этого думы и когда некоторые руководители департаментов себе позволяли не отвечать на депутатские запросы и говорили, вы обратитесь к нашему руководству, тогда мы вам ответим, то надо сказать, что эта ситуация в корне изменилась на самом-то деле. И даже надо отдать должное Осипову, что когда он в начале своей деятельности не очень правильно реагировал на вопросы и ответы депутатов, ну, запросы депутатов, то сейчас эта ситуация в корне изменилась, он стал достаточно открытым и понимающим чиновником, и мы получаем, если корректно все это обращаешься, все запросы и ответы мы их получаем. Я думаю, что просто руководитель департамента неправильно понял функционал своей должности, ну, и перестроился еще. Но для этого есть депутаты, которые могут поправить ситуацию, и они это сделают обязательно, потому что, если уж так говорится, то они все приняты на работу при помощи депутатов, то есть депутаты являются работодателем, ну, как и население, через население. Поэтому любой депутат имеет право запросить любую информацию, касающуюся деятельности муниципального образования города Киров, и он ее должен получить. Точка. То есть никаких превышений полномочий не было, раз, и последствий определенных, про которых сказала она Вершинина, не будет. Это что? Потому что она сказала, что это превышение должностных полномочий с соответствующими правовыми последствиями. Для кого? Для нее? Для депутатов. Нет, депутатам никакие не попадают. Все здесь с депутатами будет хорошо. Ничего не будет, что все в порядке. Что это просто оговорка была. Хорошо. Буквально через... Человек, знающий, имеющий большой практический опыт работы с судьей, он поймет правила взаимоотношения с депутатами, даже не сомневаюсь. Но некоторые депутаты, вот уже я видела мнение о том, что они собираются отозвать ее, вернее, не отозвать, а способствовать тому, чтобы она... Есть такое право у депутатов, да? Ну, вообще в нынешней ситуации, вот если мы будем говорить... Понятно, что вы сказали, что администрация является там... Вернее, депутаты, работодатели и администрации. Но в нынешней ситуации, вот насколько вообще вот эта инициатива, она реальна, насколько она вообще воплощаема в жизнь? О отзывах? Ну, практически, да, действительно. Ну, я не видел, во-первых, официального этого документа о том, что просит отозвать. Можно в кулуарах много чего говорить, и даже выступая, если это не принимается протокольное решение, то никакой юридической силы это не имеет. А это протокольно не оформлено, это я точно знаю. Ну, вообще, это возможно? Почему невозможно? Все возможно. То есть, мы можем обратиться к главе администрации с предложением. Это решение должна поддержать Дума? Да. Большинством голосов, да? То есть, это надо провести еще через... Конечно, обращение через Думу проводится. Нет, может быть, обращение от фракции может поступить. Может, персонально от депутата поступить обращение, но это право главы администрации принять решение. Обращение может быть от любого депутата, от фракции или в целом от самой Городской Думы. Давайте мы поговорим, наверное, о последнем вопросе. Я думаю, что если такое обращение будет в целом от Городской Думы, то оно получит свою реакцию. А вы бы проголосовали за него? За что? За то, чтобы вот после такого инцидента... Ну, нет. Я думаю, что человек все понял, осознал. Ну, не осознал, взрослый человек, понимает, что надо по-другому и решать эти вопросы. Точка. Давайте все-таки к Озеркам перейдем. Давайте перейдем. Ваш избирательный округ. У нас 4 минуты до конца эфира. Мы сейчас начнем. Ну что, проблема Озеркова, она существовала, не сегодня создалась. Я на самом деле занимаюсь с этой проблемой больше полутора лет. Проверки проводились реально. Но они проводились, к сожалению, только в дневное время, когда хулиганы это не делали. В этом году я вместе с депутатом Киселевым, это депутат-законодательное собрание, в июне месяце объехал большинство предприятий. Мы поняли ситуацию, которая происходит. Предъявили уже в природнадзор соответствующие фактически видеоматериалы. Но никак не могли долгое время решить вопрос контроля в неурочное время, так называемое. Но благодаря тому, что нас в природнадзоре и Абашеве, и другие исполнители услышали, были произведены выезды во время конкретных периодов выброса этих веществ, и соответствующую реакцию прокуратуры на этот вопрос мы получили, наконец-то. Притом мы выяснили с Федором, что есть еще предприятия, кроме тех, у кого остановили на самом деятельности, есть рядом предприятия, которые еще более худшую вещь производят. Это со слов. Мы за руку не смогли взять, мы не на все предприятия смогли зайти, о том, что там уничтожаются, сжигаются вообще химические вещества. И тоже в ночное время. А? Тоже в ночное время. Тоже в ночное время. Да, это уже жаловались охранники предприятия, которых остановили работу, о том, что они во время дежурства не могут... На самом деле, предприятие, которое было остановлено на 90 дней, мы встречались с руководством, показалось, что совсем меняемо, о том, что показали нам программу об установлении фильтрующих систем, которые должны работать на предприятии. И мы бы чего-то были уверены, что это в ближайшее время произойдет. Ну, видать, то ли экономические условия не позволили, то ли думали, что все, как обычно, пройдет просто так. А нет, они сделали. Конечно, 90 дней при остановлении предприятия это достаточно серьезное наказание. Но я думаю, хорошим уроком в окружении послужат тем, которые... Ну, во-первых, к Новому году мы по остановлению правительства все должны документы по санитарной защитным зонам утвердить предприятие. И тогда они... Ну, это наказуемо, если это не выполняется, а потом уже будет идти проверка выполнения в санитарно-защитных зон расстояния до... Ну, там по-разному предприятию они же разного размера эти санитарно-защитные зоны. Я думаю, что мы эту ситуацию сможем вполне наладить, потому что, как пример, могу привести на улице Павла Корчагина в конце, там, после 220-го номера, было ко мне обращение еще в первый год моей работы депутатом. Там было предприятие, которое складировало и обрабатывало строительные материалы. Ну, их фасовало. И возникали пылевые такие бури у них, и они... Достаточно было... Я приходил, плохо было дышать, и... Грязь, пыль в окна летела. Ну, после проведенной работы с руководителями этих предприятий, они поставили соответствующие фильтры, наладили правильно работу, и я уже вот два года никаких нареканий от жителей этих домов не получаю. Ну, работает и работает. То есть, этим заниматься получается, на самом деле. Ну, то есть, ситуация с озерками, она, в общем-то, в ближайшее время может быть разрешена. Также были жалобы, приезжал прорезнодзор, ничего не находил. Ну, вот это я по Павлу Корчагину говорю. Ну, потом она изменилась. Я думаю, что в Озерках теперь уже достаточно, в связи с тем, что подключилась и прокуратура, контроль будет достаточно серьезный. Я думаю, что дело далеко не в одном предприятии, которое остановили. Там еще порядка шести предприятий, которые наносят реальный экологический ущерб в атмосфере. Их будут проверять? Вот эти предприятия? Я думаю, да. Ну, то есть, ситуация разрешится. Ну, я надеюсь, что да. Или остановится работа этих предприятий. Что тоже благоприятно повлияет на экологическую обстановку, но, конечно, это нанесет ущерб бюджету городу. На этом давайте мы закончим особое мнение. Юрий Шелемензон, депутат Кировской городской думы, был в гостях. Юрий Львович, спасибо. Всего доброго. Спасибо всем. До свидания. Особое мнение на 101FM